Привет, девчонки! Сегодня покажу свои небольшие покупки за февраль месяц. Первое, с чего начнем, это будут покупки для волос. Взяла я себе вот такую серию от Гарни Фруктис. Шампунь в объеме 400 мл. Тройное восстановление и заявлено, что это для поврежденных и ослабленных волос. И также в пару к нему я взяла бальзам, но уже в таком объеме стандартном 250 мл. Та же серия, также хочу докупить еще масочку. Вообще, что хочу сказать по поводу этой серии. Данная линейка у меня должна быть всегда в уходе. Это такая стандартная линейка, она с силиконами, но на мои волосы действуют положительно. Волосы у меня становятся разглаженными, немножко утяжеленными и такими блестящими, гладкими. И также я взяла для себя новинку, которую я хотела уже давно попробовать. Тоже Гарни Фруктис. Это уже густые и роскошные. Для более густых и утолщенных волос. Тоже 400 мл. У меня волосы длинные и шампуни у меня улетают просто с какой-то космической скоростью. И также в парочку к нему бальзам. Но бальзам уже в объеме 250 мл. Еще пока не пробовала, но думаю будут положительные отзывы, так как во многих обзорах я видела и девчонки отзывались очень и очень даже хорошо. Также для волос повторила я покупочку вот такого масла от компании Эколаб для укрепления и роста волос. В пустых баночках у меня будет мелькать данное маслечко. Мне очень понравилось, как действует на волосы. Но единственное, девчонки, какой минус я отметила, что все-таки достаточно большой получается расход. Вот так выглядит сам бутылечек. Он с дозатором удобно пользоваться. Для моих волос, какой эффект я заметила? Волосы более напитанные. Волосы такие даже немножко утяжеленные, но приятно утяжеленные. Они не жирные, не склеенные абсолютно. Для меня у данного масла приятный аромат. И, как я уже сказала, очень удобно пользоваться. Нужно использовать до мытья волос, наносить на часик, на два. И потом просто обалденнейший эффект. Так, для волос, девчонки, что еще осталось? Как всегда, моя покупочка, неизменная краска. Субли Мусла Реаль 415 Морозный Каштан. Мне нравится этот оттенок, пока я не нашла замену. Единственное, что, конечно, хочу попробовать уже немножко другую краску, так как постоянно пользуюсь именно этой. Но оттенок мне понравился, то, что в нем нет красного пигмента. И такой благородный, холодный подтон получается. Но все-таки, пока приобретаю эту краску. Но также нахожусь в поиске. Дальше, девчонки, по выгодной цене приобрела я именно для себя. Это вот такой гель для бритья Аркамен. Была очень такая хорошая цена. И я себе схватила сразу два бутылечка. Мне нравится использовать именно гели, а не пены. Удобнее все-таки в использовании. Видно все. И для меня абсолютно нормально пользоваться мужскими гелями. Аромат меня не отталкивает. Также, что я себе еще приобрела. Повторила я покупку вот такого крем-геля для душа с ароматом пирожных макаруны. Это, насколько я знаю, один из любимых гелей сланочки Т. Светик, тебе огромнейший привет. Классный гель. У него просто невероятный аромат. Очень такой сладкий. Приятный, насыщенный. Очень хорошо раскрывается в душе. И я увидела эту бутылочку, сразу схватила. Потому что в продаже я в последнее время именно этого крем-геля с ароматом пирожных макаруны просто не наблюдаю. Сейчас еще на улице достаточно прохладно. И можно им пользоваться. На лето, конечно, нет. Будет слишком сладкий аромат. Также приобрела я себе скрабики для тела. Это мои неизменные фавориты. Кафе красоты. Натуральный сладкий скраб для тела. Кофейно-карамельный щербет. Здесь у нас стандартный объемчик. По-моему, 250 мл, если я не ошибаюсь. Да, 250 мл. Обалденнейший просто скраб. Как он скрабирует кожу. Это просто, девчонки, какое-то блаженство. И то, что здесь есть добавление масел в составе. Кожа после использования данного скраба невероятно гладкая, нежная. Она напитанная. И абсолютно никакого не требует дополнительного ухода в виде крема или молочка. И также скрабик для тела. Тоже кафе красоты. Я взяла вот такой клубничный щербет. Тоже повторила. Обалденнейшая вещь. Почему взяла именно этих два аромата? Девчонки, я уже испробовала практически все ароматы именно у кафе красоты. И именно клубничный и кофейно-карамельный для меня оказались самыми приятными. Как по действию, так и по ароматам. Очень рекомендую присмотреться. Они довольно бюджетные. Но по свойствам это просто обалденнейшие продукты. Очень рекомендую. Также приобрела я интимное мыло. Это у нас Нивия Сенситив. Гель для интимной гигиены. Мне нравятся гели от Нивия. Они не раздражают кожу. Они прекрасно пенятся. Хорошо очищают. И у меня никакого раздражения не вызывает. Классная вещь. Тоже очень люблю. И периодически я все-таки их покупаю для разнообразия. Приобрела я себе мицеллярку от Горни. Чистая кожа. Заявлено, что матирует. Удаляет загрязнение. Снимает макияж. И не требует смывания. Что хочу сказать. Нет, она не матирует. Это мицеллярная водичка. И, конечно, она требует смывания. Как мне показалось, именно вот эта зелененькая, немножко кожу все-таки может подсушивать. В отличие от розовой. Я ее, конечно, смываю. Хотела я попробовать какие-то другие мицеллярные водички. Но все-таки остановилась на этой. Так как цена у нее выгодная. И объем 400 мл. Мне хватает на достаточно долгое количество времени. Не рискнула я, девчонки, попробовать какие-то другие мицеллярки. Хотя видела много новинок. И от черного жемчуга. И еще какие-то. Но все-таки остановила свой выбор на Горни. Не буду ей пока изменять. Мне она нравится. А также нужен мне был вот такой дезодорант. Кристалл. Именно стик твердый. Показывала я, девчонки, дезодоранты от Эколаб жидкие. Нет, все-таки они не сравняются именно с твердыми кристаллами. Мне понравился этот кристалл. Он защищает. Но, конечно, если какая-то вот прям супер активность, то нет, не спасет. Но на обычный такой день, когда ничего такого не планируется, очень даже хорошая вещь. Нужно этот кристалл намочить под водичкой и уже нанести на подмышки. Классно мне нравится. И, конечно, здесь нет никаких химикатов. Все очень натуральное. Именно этот стик у меня идет, девчонки, сейчас я вам прочитаю. С жидким экстрактом сока кожуры мангостина. И в составе заявлено аммониум алюм и вот этот экстракт мангостина. Больше ничего в составе нет. Превосходная вещь. Тоже советую присмотреться. Это единственное, что, конечно, этот стик именно в наших магазинах не очень бюджетно стоит. В районе 300-350 рублей. Да, по-моему, 350 рублей там с копейками. Но, девчонки, хватает его просто на нереально долго. Предыдущий стик кристалл у меня, наверное, был в использовании год. Что, конечно, не может не радовать. Также, девчонки, в прошлых покупках я вам не показала вот такой замечательный улиточный гель от компании Тони Молли. Здесь экстракт слизи улитки 90%. Большой объем. Надеюсь, вам здесь что-то видно. Можно почитать, для чего он и что придает. Покажу вам сейчас консистенцию. Это действительно такой гель. Я сейчас пользуюсь им по утрам. На него просто превосходно ложится косметика. Не смотрите, что у меня здесь практически половина бутылечка. Я просто отложила своей сестренке попробовать этот гель. Он очень экономичный. А какой у него обалденный аромат. Аромат такой парфюмированный. Мне напоминает аромат, девчонки, вот есть духи Лан Ван, а Лан Ком, девчонки, я перепутала Лан Ком и забыла название. Миракл, вот, или Миракл, как-то так называется. Просто обалденнейший аромат. Очень-очень мне понравился и по действию просто превосходный. Сейчас утром пользуюсь, мне нравится. И также можно наносить практически на все участки тела и даже на волосы. Но как-то мне именно этот гель жалко использовать на что-то другое, кроме лица. Классная вещь, могу порекомендовать. Особенно тем, у кого кожа на лице чувствительная, часто появляются высыпания, какие-то раздражения. Вот эта вещь спасет. И, конечно, этой вещью можно пользоваться именно мужчинам. Вот после бритья просто превосходно снимает какие-то покраснения, раздражения. Это могу смело порекомендовать. Очень мне понравилась. Выгодная покупка. Стоит, кстати, не так уж и дорого за такой объем. А также приобрела я себе вот такой вот кремик. Заявлено, что это крем для лица омолаживающий. Это Невская косметика, Женьшеневый. Вот так выглядит бутылечек. Я такой кремик, конечно, на лицо не наношу, по той причине, что у меня очень много средств именно по уходу за лицом. Но этот кремик у меня просто на ура идет на работе, как крем для рук. Здесь в составе есть масло ши и превосходно ручки питает, увлажняет. Аромат для меня оказался приятный. Почему бы и нет? Стоит очень-очень бюджетно. На работе валяются такие кремики и ручки я иногда свои смазываю. Следующая покупка у меня также повторная. Это вот такие патчи от компании Puri Derm. Здесь 30 штук. Коллагеновая маска для области под глазками. Получается выгодно, девчонки, 30 штук. Хватает надолго, как эти патчи использую я. Я храню их в холодильнике и утром наношу эти патчики вместо крема под глаза. И здесь же сразу же делаю макияж глаз. Все тени у меня осыпаются на эти патчи. Я потом их убираю и уже наношу консилер. Получается быстро. Область под глазками разглаживается. Она становится такой подтянутой. Классная вещь. Я могу девчонке рекомендовать. Конечно, они не супер питательные. Но легкое увлажнение, разглаживание. А если еще положить их в холодильник, то такой приятный холодок придает. Очень понравилось. Я думаю, что и дальше буду их покупать. И вот эта упаковочка, где 30 патчей, стоит у нас сейчас в районе 100 рублей. По-моему, 94. Как-то так. Ну, я считаю, что это очень даже выгодно. Также приобрела я себе вот такое волоство. Это у нас такая масочка для рук. Она в виде перчаток. Обогащенная увлажняющая маска перчатки для ухода за кожей рук. Эта маска не напитает, конечно, ручки. Но она очень превосходно увлажняет их, разглаживает. И как такое волоство, полежать с такими перчаточками. И после использования данной маски, очень такая приятная кутикула. Она увлажненная. Классно. Мне понравилось. Приятный аромат. Иногда для волоства я себе такие штучки приобретаю. А также, девчонки, что еще могу показать? Вот такие салфеточки влажные я купила. Это у нас эконом для всей семьи. Влажные салфетки здесь 70 штук. Стоят нереально бюджетно. Они хорошие, они хорошо пропитанные. Здесь вот такая открывашка, очень даже удобная. Она большая. И салфетки не высыхают. Тоже могу порекомендовать, кто видел, но сомневался приобретать или нет. Хорошие девчонки, достойные действительно салфетки за свою цену. Также была я в магазине FixPrice, но у меня абсолютно мало оттуда покупок. Девчонки, у нас в FixPrice уже стало все по 53 рубля. И, конечно, по этой цене уже на многие продукты просто смотришь. Не стоят они своих денег. 53 рубля, которые сейчас требуют за них FixPrice. Ну, как всегда, ватные палочки в FixPrice я приобретаю. А все-таки они получаются выгоднее, чем в других магазинах, потому что здесь 400 штук. Они мне нравятся. Быстро они у меня расходуются, поэтому пока приобретаю именно в FixPrice. И также, что хочу вам порекомендовать, обратить свое внимание на вот такие салфетки влажные для ухода за салоном автомобиля. Я пользуюсь ими в уборке дома. И заявлено, что здесь не оставляют разводов и ворсинок, предотвращают оседание пыли, устраняют сильные сгрызнения, неприятные запахи. Со всем этим я согласна. Они не оставляют разводов, это точно. И, как мне показалось, предотвращают все-таки оседание пыли. 60 штук, хороший объем. И, девчонки, вот именно в уборке их использовать просто одно удовольствие. Мне они понравились. Также присмотритесь. Вот такие покупочки у меня получились. Надеюсь, вам было интересно. Чем-то я вам оказалась полезна. До скорых встреч. Всем пока!